Сегодня буду показывать вам планировку трехкомнатной квартиры, которая находится в академическом районе. Стандартный дом, академический район, город Екатеринбург. Как я ее улучшил? Давайте смотреть. Ставим лайк и поехали! Зачем делать планировку? Казалось бы, ничего сложного нет в том, чтобы расставить мебель. Однако, планировка это жизненное пространство, в котором вы живете. Просыпаетесь утром, встречаетесь вечером, готовите ужин, гости, дни рождения, застолья, дети, воспитание и так далее. Поэтому получается, что организация жизненного пространства, то есть планировка, очень важна. Другими словами, планировка это фундамент будущего дизайн-проекта. И если в планировке все сделано правильно, то ваш дизайн-проект будет безупречным. Передо мной трехкомнатная квартира, общей площадью 71,7 метра квадратных. Стоит она 7 921 000 рублей и еще 100 рублей сверху. Не знаю, зачем еще 100 рублей, но вот так есть, как есть. В этой квартире есть большая прихожая, отдельно кухня, гостиная, спальня, вторая спальня и два санузла. Казалось бы, все в порядке, можно ничего не улучшать, жить так, как есть. Но тем не менее, покажу свой вариант. В первую очередь, я предложил бы убрать перегородку между кухней и гостиной. Я считаю это очень важным, потому что мы имеем возможность одновременно находиться в одном большом пространстве. Во-первых, оно большое, сразу же на два окна. Мы чувствуем себя в нем гораздо свободнее, комфортнее, потому что оно просто просторнее. Еще я убираю двери и таким образом объединяю зрительно и кухню-гостиную, и коридор. И сейчас получается, что комната визуально становится больше, пространства больше. А это значит, мы избавились от маленьких комнат-клетушек, которые были в первом варианте. Что имеется в виду? Представьте, вы заходите в комнату, закрыли дверь и все, вы оказались в коробочке. Она небольшого размера. И вот есть кухня такая коробочка, есть гостиная такая коробочка, есть коридор коробочка. Так вот, я от всего этого избавляюсь и делаю пространство общим. В этом общем пространстве размещаю кухонный гарнитур вдоль стены и заворачиваю его вдоль вентиляционной шахты. Это позволяет мне поставить два пенала в одном встроенный холодильник, в другом духовой шкаф, микроволновка. Все это на уровне груди, то есть удобно пользоваться. Далее идет стол. Здесь он круглый. Круглый стол, это всегда удобно. Во-первых, нет углов, которые выпирают, об которые вы ногами стучитесь. Во-вторых, он гораздо компактнее. В-третьих, за ним приятнее сидеть. Ну, вспомните, король Артур, круглый стол. Вот они сидели за круглым столом, а не за квадратным или прямоугольным, потому что вроде как все равны. Далее идет диван. За диваном консоль. Консоль располагается между диваном и круглым столом. И на нее можно поставить, например, вазу с печеньем, или с фруктами, или с цветами, или книжку положить, или телефон положить, заряжаться. В общем, это удобная штука такая. В общем, это удобная с точки зрения функционала мебель. И с точки зрения разделения пространств это тоже хорошо. Перед диваном находится телевизор на тумбе. Рядом стоит кресло. И таким образом формируется мягкая группа для отдыха. Также я не забыл про дополнительное хранение. Это стеллаж вдоль несущей стены. Вот эта вот стена несущая. Убирать ее мы не можем. Поэтому обыгрываем. С одной стороны стеллаж, с другой стороны шкаф. Все это по кругу зашиваем в дерево. И таким образом у нас становится ощущение того, что некий деревянный элемент посреди всего вот этого пространства, ну, условно белого. И это воспринимается мебелью, а не стеной. А это еще усиливает эффект того, что пространство объединяется. Следующее. Прихожая. В моем варианте шкаф на 2,4 метра. В первом варианте шкаф на 1,7 метра. То есть на 70 сантиметров мой шкаф больше. А это значит, вы сможете поместить больше вещей. Согласитесь, это удобно. Плюс к шкафу у меня есть комод. Это комод для обуви. Сверху могут быть шапки и шарфы. Рядом располагается пуф. То есть пришли, сели, сняли обувь, поставили в комод, сделали шаг, сняли одежду вот в этот вот большой шкаф. Удобно? Удобно. С точки зрения комфорта, комфортно? Очень комфортно. Потому что мы получаем много света сквозь вот это вот пространство. Мы можем ходить вокруг вот этой конструкции. Ничто нам не мешает на пути. Это комфортно. Теперь спальня для родителей. В первом варианте она находится там, где комната граничит с балконом. В моем варианте это другая комната. Потому что я считаю, что ставить кровать изголовьем к окну это не очень хорошо. Ну, во-первых, свет из окна. Хотя, вы скажете, можно закрыть шторами или рулонной шторой. Но там есть батарея, которая будет греть голову. А мы же все знаем, что голова должна быть в холоде, а ноги в тепле, ноги. В моем варианте кровать изголовьем стоит в глухой стене. Окно сбоку. Напротив кровати стоит комод. На комод можно поставить телевизор. А если вы не смотрите телевизор, то можно повесить картину для красоты. Сбоку располагается шкаф длиной 2,2 метра. Вся необходимая начинка в спальне комнате здесь присутствует. Теперь детская. В детской обязательно должны быть кровать, стол для уроков, шкаф и стеллаж. В первом варианте мы видим только кровать, стол и шкаф. Стеллажа нет. Конечно, можно его добавить, но он получится небольшим. В моем варианте стеллаж большой. Напротив стеллажа стоит стол. Как раз-таки напротив окна. Это значит, что будет хорошее освещение. И когда ребенок занимается уроками, он не будет себе портить зрение. А вот шкаф с кроватью объединены. Шкаф находится под кроватью. Он снизу, кровать сверху. Лесенка на эту самую кровать с торца. Таким образом мы экономим пространство. И в одной проекции получается у нас два предмета мебели. Из детской мы можем выйти на балкон. И здесь релакс-зона. Я их так называю. Это может быть кресло, за которым стоят растения, деревья. Вот как у нас в офисе. Зелень это всегда очень хорошо. Рядом столик небольшой кофейный. Можно чашечку с чаем поставить. Книжечку положить с очками. Почитать, посидеть, побалдеть. И когда хорошая погода, мы можем наслаждаться видом из окна. Тем более, что академический район очень зеленый. Много бульваров. Поэтому есть куда посмотреть. Ну или можно смотреть во двор за своим ребенком. Теперь санузлы и ванны. В первом варианте, в большой ванной, стиральная машина стоит прямо на виду. Занимает целый угол. А я напоминаю, что к стиральной машине еще добавится корзина с бельем. Она тоже займет какое-то место. Если вы захотите сушильную машину, вы поставите ее сверху на стиральную. То это будет целая колонна и огромный шкаф. Куда вы еще добавите химию. То есть порошки, кондиционеры и прочие необходимые вещи для стирки. А также где-то нужно хранить уборочный инвентарь. Так вот, в этом варианте такие места отсутствуют. А в моем присутствуют. Как я это сделал? В большой ванной я отгораживаю целый торец этой комнаты для того, чтобы спрятать туда стиральную машину. И остался огромный отсек под химию и уборочный инвентарь. А также гладильную доску и утюг. Согласитесь, это очень важные вещи в вашей квартире, которые нужно где-то хранить. А если они на виду, то уже, извините, никакой красоты не будет. Так вот, в моем варианте они все прячутся за шторочки. Многие шторочки не любят, но я вам скажу, что это настоящий тренд в мире дизайна. Шторочки очень часто используют и в шкафах, и вместо дверей, и как перегородка между пространствами. Так что берите на вооружение. Это недорого, это очень удобно. Рядом раковина. Обратите внимание, она огромного размера. 90 сантиметров по ширине. Если посмотреть в первом варианте, то раковина 50 сантиметров. А куда, извините, ставить? Мыло, щетки, расчески. Наверняка вы любите все для удобства поставить рядышком. Так вот, в этом варианте, в моем, все это предполагается. Далее идет душевая кабина. Это такой поддон, обшитый камнем. За стеклом, который можно прижать к стеночке. Вот так вот подвинуть перегородочку. Задвинуть, открыть, закрыть. И принимать душ. Это очень удобное решение, которое экономит пространство. И делает возможным расположить так много дополнительных мест хранения, которые я обозначил. Удобно это? Очень удобно. Отодвигать шторку очень комфортно. Она потом сама обратно задвигается. И это все можно оформить красиво. Помните, как я вам в самом начале говорил, что вы квартиру приобретаете, чтобы было удобнее, красивее и комфортнее. Вот, пожалуйста, все это здесь обеспечено. Во втором санузле стоит большая ванна, раковина, унитаз и удобная тумбочка, на которой можно поставить все, что угодно. Внутри хранить дополнительные вещи. Так что мест хранения здесь будет предостаточно. Теперь поговорим про красоту. Красота – это композиция. Это та дисциплина, которую учат во всех художественных заведениях, архитектурных, дизайнерских. Но я вам скажу несколько простых фундаментальных вещей. Чтобы в вашей квартире получился красивый дизайн, нужно правильно расставить мебель. То есть правильно сделать планировку. Что такое правильно расставить мебель? Для этого нужно подготовить комнаты правильной формы, чтобы не было никаких углов, выступов, заступов и ниш. А мебель расставить симметрично, как бы по осям. Посмотрите, у меня есть ось, на которую мебель как бы нанизывается. Это дает симметрию. Что такое симметрия? Симметрия – это равновесие. Равновесие – это баланс. Баланс – спокойствие. Спокойствие – это гармония. Вот вам объяснение, почему мебель нужно расставлять симметрично. Обратимся к первому варианту. Здесь нету никакой симметрии. Стол на кухне стоит прямо прижимаясь к стене. А это, во-первых, некрасиво. Во-вторых, неудобно. Сидеть рядом с стенкой и упираться локтем неудобно. И непрактично. Потому что стол, который прижимается к стене, дает нам что? Правильно, засаленную стену. Стол отодвинули и красивые обои все, значит, в пятне в таком, знаете. Ну, потому что засаливается. Мебель должна стоять отдельно, не прижимаясь к стенам. В углы не задвигаться. Вот как в моем варианте. Потому что это дает помимо красоты, а это безусловно красота, дополнительное ощущение воздуха. Потому что воздух начинает обволакивать эту мебель со всех сторон. И мы ощущаем простор. Это очень важно. В композиции пустота это наиважнейший элемент. Все же хотят простора? Вот, пожалуйста. Та же самая симметрия присутствует в детской комнате. Обратите внимание, от рабочего стола к стеллажу проходит ось. В спальне, прямо посередине кровати. И комод находится прямо на этой оси. В изголовье кровати может быть какая-то красивая подушка. Или можно какую-то красивую картину повесить. И это уже сформирует фокусные точки. Ну, знаете, заходишь в комнату, заходи на красоту. То есть, в первую очередь мы должны увидеть что-то красивое и порадоваться нашему интерьеру. Я знаю, что найдутся скептики и скажут, что ни в коем случае не надо объединять кухню и гостиную. Зачем ты это сделал, Иван? Ведь отдельная кухня так удобнее. Для вас, дорогие друзья, есть вариант, когда кухня и зал отдельны друг от друга. Но несмотря на то, что этот вариант я вам предоставляю, некоторые изменения я все равно привнес. Отличные от первого варианта. Я также поменял местами спальню и детскую. Прихожая такая же, как и в первом варианте, который я вам показывал. А вот гостиную меняю следующим образом. Ставлю диван, напротив него телевизор. И меняю местами зеркально, как это было изначально. Почему? Потому что, когда мы заходим в комнату, мы не должны натыкаться на крупный предмет. А диван это и есть крупный предмет. Второй момент. Получается, когда диван в стороне, мы как бы немножечко скрыты за стеночкой. Понимаете? И если дверь у нас была бы сбоку, то там кто-то вот мелькает, ходит. И это такой раздражающий фактор. А здесь нет. Мы как бы вход контролируем. Он вот перед нами по диагонали. Это с точки зрения комфорта удобнее. Кухня. Я продлеваю кухонный гарнитур до стены с окном. Но не надо доводить прямо до самой стены. Оставьте сантиметров 20. Можно шторку повесить. Ну или просто пускай воздух присутствует. Там полотенчики можно спрятать. Ничего страшного, что он не будет касаться стены. А стол ставлю тоже круглый. И свободно не прижимаю к стене. И вот такой вариант предлагаю вашему вниманию. Теперь, дорогие друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой вариант вам понравился больше и почему. Я буду этому очень рад. Обязательно подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик. Все эти ваши действия, то есть вашу помощь, я очень оценю. Это очень поможет продвигать это видео. Ну, так работает YouTube. На этом всем пока. Красивых, удобных вам планировок. Да пребудет с вами Муза. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!